Осторожно лоси, здесь отсутствует сотовая связь Красота карельской природы Я на севере, за полярным кругом Курсы экстремального вождения Всем привет дорогие зрители, с вами канал Андрол Его ведущий Степа Волф Я снова в дороге И сейчас мне предстоит очень долгий путь Почти 1800 километров Я отправился в поездку на Кольский полуостров В Молунскую область Почему я решил сейчас зимой поехать на Кольский? Собственно, сподвигнуло на эту поездку меня Желание посмотреть на северное сияние Естественно, я хочу там полазить А как же без этого? Полазить я хочу, если, конечно, все будет нормально складываться Я хочу посмотреть рудники Я думаю, что с заброшенными рудниками у меня получится Не буду загадывать, но надеюсь, что получится все нормально Вот, и возможно будет шанс попасть на 10 дней Путь мой лежит сейчас через Ярославль В Вологду, через Карелию, в Мурманскую область Выехал из Москвы я не так давно Сейчас я на полдороге до Ярославля Я подъезжаю к местному промышленному гиганту Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу В своих видео я уже обращался Рассказывал об этом предприятии Правда, тоже так же проезжая его по Ярославскому шоссе мимо Но в очередной раз не могу удержаться от его индустриальной промышленной красоты Такое впечатление, что на горизонте вырисовывается какой-то огромный город Подсвеченный множеством огней И особенно красиво это смотрится как раз в сумерках, на закате или на рассвете Очень удачно я сейчас подъезжаю к Ярославлю В плане того, что действительно очень эффектно сейчас смотрится ярославский НПЗ 10 часов вечера 100 километров не доезжая Вологды Капитальный ремонт моста Но вообще, конечно, немного сомнительно Что можно отремонтировать нормально при такой температуре Когда я ездил в Мурманскую область 2 года назад В принципе, очень много мостов по трассе Реконструировалось, ремонтировалось Но это был август месяц И можно было нормально работать с асфальтовым покрытием А здесь идет ремонт моста через железную дорогу С разборкой конструкции И здесь же сделано реверсивное движение Знак осторожно лоси Многие водители, наверное, думают, что это шутка И что живых лосей на дороге встретить вообще достаточно проблематично На самом деле, совсем недавно в Московской области Причем не где-то далеко Рядом с крупным подмосковным городом Видел лосей Лося и лосиху И даже удалось сфотографировать этих животных Федеральная трасса А119 отъехал от Вологды Уже километров, наверное, на 20-30 И на протяжении всего этого пути Встретил только одну или две машины Так что здесь уже начинается настоящая российская глубинка Где достаточно большие расстояния между населенными пунктами И где можно ехать, не переключаясь с дальнего света На ближние по несколько десятков километров Я думаю, что автомобилисты меня поймут Ну а вот и первая достопримечательность Если ехать в Вологодской области По трассе, которая идет на Медвежий Горск Можно увидеть вот такую вот памятную табличку Которая установлена в честь Всем известного писателя, москвоведа Наверное, первого диггера Владимира Алексеевича Гелировского Он родился здесь, в деревне Хяма Вологодской области Наверное, тогда Вологодской губернии И здесь вот на трассе мы можем видеть Памятный знак Который установлен в честь Известнейшего историка Москвы Москвоведа Короля журналистов Владимира Алексеевича Гелировского Конечно, дорога и природа здесь очень красивая Но здесь есть свои нюансы, свои проблемы Например, здесь отсутствует, как таковая, сотовая связь На протяжении уже достаточно длинного промежутка дороги Которой я еду Обе симки у меня в телефоне Оказывают, что сигнал недоступен И, конечно, немного проблематично Так вот посреди трассы Оказаться вообще без связи Чувствуешь себя не очень уютно в такой ситуации Сейчас я пересекаю границу Вологодской области и Карелии И въезжаю на территорию Республики Карелия В принципе, уже достаточно давно начались ландшафты Типичные для Карелии Еще в Вологодской области Но сейчас я уже, скажем так, формально на территории Карелии Деревянные опоры линий электропередач Уже достаточно редко где можно встретить Причем здесь лэп такая достаточно крупная, очевидно То есть это не небольшая линия, которая идет к какой-то деревеньке Достаточно типичное для Карелии зрелище Камни сложены один на другой, несколько штук Иногда их количество достигает 5-7 камней И вот это вот не самые большие по размеру камни То есть тут хотя бы понятно, как их водрузили один на другой А бывает, что такие вот пирамиды из камней встречаются гораздо большего размера камня И там иной раз задумываешься, кто, как и зачем их складывали один на другой В Карелии уже не первый раз встречается комплекс видеофиксации дорожных нарушений Которые питаются от солнечных батарей Немного типичных карельских пейзажей Вот такая красота здесь Особенно, конечно, это эффектно смотрится летом Когда более четко виден рельеф местности И здесь в основном грунт это камни Очень красиво все это смотрится Багровый закат над поселком Повенец На самом деле весьма и весьма символично В поселке Повенец находятся шлюзы Беломора Балтийского канала Вот так вот все это выглядит На самом деле объект охраняемый Здесь, кстати, находится Никольская церковь на той стороне Беломора Балтийского канала Место во многом знаковое для истории нашей страны Естественно, оценивать все это можно двояко И как великую-великую стройку И как место, где погибло огромное количество заключенных К сожалению, со съемкой здесь проблемы Разводной мост через Беломор Балтийский канал Через шлюзы Беломора Балтийского канала Охраняется на дальнем от меня берегу С той стороны, откуда ехал на дальнем от меня берегу Расположена даже не будка, не пост, здание охраны Там сидит злая бабуля Которая, как только я начал пытаться отснять саму систему шлюзов Выскочила оттуда и начала очень громко на меня орать Чтобы я побыстрее выезжал или она вызовет охрану Вот такой вот стратегический объект Ну, в общем-то, конечно, да Беломор Балтийский канал Всегда являлся стратегическим объектом Но то, что в наши дни Осуществляется такая серьезная охрана Некоторых железнодорожных мостов Шлюзов На самом деле это, конечно, мне кажется, немножечко паранойя Вот такая красота открывается из окна моей машины На северную природу И въезжаю я сюда под музыку Армянскую музыку, которую мне подарили мои друзья из Армении Получается такой необычный контраст Север Северная природа И музыка солнечной Армении Которая только еще больше поднимает мне настроение Северная природа А это водосброс с Кемской ГЭС Как всегда тут тоже проблема с фото-видеосъемкой Поэтому буду снимать очень быстро Вот такая вот красота здесь находится Я ошибся Правильное название подужемская ГЭС Построена она была в период с 1968 по 1976 годы Там вот впереди распределительное устройство На станции установлено два гидроагрегата Общей мощностью 48 мегаватт Переменчивость северной погоды Только что было солнце Ясно А сейчас впереди снегопад такой, что практически Видимость, наверное, несколько сотен метров Красота карельской природы Красота вдвойне зимняя Где выступает скальная порода Перед дорогой Здесь образовались такие вот Красивейшие наросты из сосулек Смотрится просто завораживающе Еще бы поотревать руки всем этим любителям граффити Кис и Иосиф были здесь И было бы вообще великолепно Ну вот, дорогие друзья Я на севере За полярным кругом И до цели моего путешествия Осталось буквально пара часов езды А еще что интересно Здесь рядом со стеллой На которой указано Где находится полярный круг Где проходит полярный круг Растет вот такое вот дерево На которое по местной традиции На счастье принято завязывать Кусочки материала, веревочки Но вот у меня, к сожалению, ничего с собой нету Чтобы завязать на счастье И фактически через пару километров После того места, где я пересек полярный круг Кончается республика Карелия И начинается Мурманская область А это уже красота северной мурманской природы И надо сказать, что Немного природы здесь уже от Карельской отличается Более низкорослый лес Все это более заснежено Несмотря на то, что температура здесь такая же Как и в Карелии Да и отъехал я от Карелии В принципе, километров может быть на сто Немного не доезжая до съезда с трассы на Апатиты Есть очень живописный участок Где дорога проходит между двух озер Озеро Бабинское Мандра И Костровское Мандра Итак, немножечко подведу итоги Я в Мурманской области У гостиницы, где я забронировал себе номер И сейчас немного статистики по этой поездке Итак, проехал я 1837 километров За 44 часа и 23 минуты Надо сказать, что это не чистое время в пути Поскольку я дважды ночевал в дороге Спал я в машине с включенным двигателем И это время тоже считалось как время в движении Всего за дорогу до Кольского Было израсходовано 110 литров бензина на 4 318 рублей Возможно, если кто-то соберется в подобное путешествие Эти данные могут оказаться полезными Остановился я в хостеле Здесь номер рассчитан на трех человек Но когда я приехал, со мной был еще один сосед Который приехал кататься на сноуборде Сегодня, кстати, он уезжает И, возможно, я останусь один А сейчас я собираюсь и поеду немножечко Прогуляюсь по городу Заснеженные хибины Красота потрясающая Внизу парит речка И залитые солнцем склоны гор Усыпанных снегом Необыкновенно красивая картина А это фактически центр города И градообразующее предприятие Фосагроапатит Которому принадлежат практически все рудники здесь Как понятно из названия, предприятие занимается добычей и обогащением апатита нефериновых рудов Также концерн является единственным в стране производителем неферинового концентрата Это сырье используется для производства фосфоросодержащих удобрений Здесь же, напротив здания Фосагроапатит Находится пруд Сейчас он, конечно, замерз Вот то здание зеленое Не берусь сейчас точно сказать Но это сталинского периода постройки здания Скорее всего, очень похоже, что там было в свое время декабрь Обычно на центральных площадях небольших городов В сталинские годы как раз строили дома культуры Окружают Кировск со всех сторон горы Хибины Вот такой вот он центр Кировска Заброшенный аэродром города Кировска Сейчас здесь на взлетно-посадочной полосе в основном тренируются водители Используют взлетно-посадочную полосу для отработки навыков вождения Для обучения вождению Мурманские ребята отжигают на копейки в отличном состоянии Мурманские годы Мурманские годы Мурманские годы Продолжение следует Курсы экстремального вождения Давно я не сидел в копейке Сам когда-то ездил Какого года аппарат? 80-го Ну сейчас я тряхну стариной Посмотрим, что из этого получится О, нормально А это здание железнодорожного вокзала города Кировская Тоже построено в стиле сталинского ампира Очень красивое здание К сожалению, сейчас от него остался один скелет Один остов Очень жаль, что такая красота так разрушается А северное сияние мне все-таки удалось заснять К сожалению, его невозможно снять на видеокамеру такого класса Но на фотоаппарат мне точно удалось это сделать А вечером первого же дня мне повезло увидеть и снять северное сияние Его можно наблюдать в этих широтах с октября по март достаточно часто Главное условие это ясное небо и желательно крепкий мороз А основным фактором благоприятствующим появлению северного сияния является солнечная активность Существуют даже специальные сайты, прогнозирующие появление северного сияния в конкретных местах мира По своему опыту пребывания в Мурманской области этой зимой Скажу, что эти прогнозы вполне точны Потому что местами не помогают даже снегоступы И все-таки мне удалось совершить этот подъем Смотрите, какая красота Впереди меня ждут снова красивые сосульки Что-то вроде технической зоны Продолжение следует...